О Волжской военной флотилии сейчас мало кто помнит, а в годы Великой Отечественной войны штаб флотилии находился в Ульяновске. Особенно велик был ее вклад в период обороны Сталинграда. Новая выставка, подготовленная сотрудниками Ленинского мемориала, так и называется «Волжская военная флотилия Ульяновск Сталинград. Рука помощи». Она открылась в выставочном зале Дома-музея Ленина. Проект также приурочен к 80-летию Сталинградской битвы. Именно в период Сталинградской битвы Волжская флотилия проявила себя наиболее существенно, наиболее многогранно. Оказала помощь в обороне города на Волге. И бойцы, матросы, командиры Волжской флотилии оказывали артиллерийскую поддержку городу со своих кораблей. Канонерских лодок, бронекатеров. Волжская военная флотилия поставляла в Сталинград вооружение и продовольствие. И перевозила эвакуированных жителей и раненых, переправлявшихся в тыл. Проводила разминирование фарватера реки. Известно, что противник минировала Волгу от Саратова до Астрахани, начиная с лета 1942 года. В рядах Волжской флотилии были и ульяновцы. В фондах Ленинского мемориала хранится фотоэкипажа единственного в советском военно-морском флоте женского тральщика. Все девушки были родом из Ульяновска. Все это отражено в фотодокументах из фондов Ленинского мемориала, а также предоставленных партнерами проекта. Государственным историко-мемориальным музеем, заповедником «Сталинградская битва», Саратовским областным музеем граведения, музеем речного флота Волжского государственного университета водного транспорта. В годы Великой Отечественной войны, как говорил Чельков, командующий 62-й армией, если бы не Волжская флотилия, то неизвестно бы, какие были еще результаты Великой Сталинградской битвы. Вклад, конечно, был велик. Выставочный проект был поддержан Российским военно-историческим обществом. Итогом сотрудничества Ленинского мемориала и военно-исторического общества станет передвижная выставка фотодокументов. Выставка, что интересно, она будет экспонироваться не только в городе Ульяновске, в Ленинском мемориале, но ее увидят еще и жители Димитровграда. Они ее увидят уже в ноябре. И жители Новоульяновска в конце ноября тоже увидят в декабре эту выставку. То есть она станет передвижной. Я думаю, что в дальнейшем и в других муниципальных образованиях мы обязательно представим ее еще в Ульяновском государственном педагогическом университете имени Николая Чульянова. С экспонатами выставки в Доме музея Ленина можно будет познакомиться до 28 октября. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.